Здравствуйте! С вами вновь астролог Ермульна Татьяна. И в своём прогностическом блоге я хочу рассказать о прогнозе на следующую неделю, а именно на период с 22 по 28 марта, и поговорить о том, что уже нас ждёт в это время. У нас первая неделя нового астрономического года происходит в этот момент. Ну и вот что нас ждёт в новом астрономическом году, в самом его начале, как говорится. Ну, если мы говорим о таком ярком событии этой недели, то это, понятно, полнолуние, которое произойдёт в девятом градусе весов, в самом конце того периода, который я рассказываю, именно 28 марта. Но, по идее, конечно, это полнолуние, оно принесёт с собой какие-то события ещё до воскресенья, то есть до момента, когда оно произойдёт. И, наверное, во второй половине недели мы будем очень хорошо чувствовать его влияние. Как вы знаете, полнолуние — это всегда время, когда что-то проясняется, когда мы можем ставить какие-то точки уже на «ды», когда мы можем делать какие-то выводы. В принципе, иногда вообще приходит какая-то совершенно ясность того, что произошло или того, что происходит или будет происходить. В общем, такие циклы Солнечной Луны нам обязательно нужны для того, чтобы мы понимали, куда нам двигаться вперёд. Потому что, как и новолуние, полнолуние является тем периодом, тем астрономическим и астрологическим явлением, с помощью которого мы начинаем какие-то свои новые периоды, новые этапы или их заканчиваем. То есть это всегда тот триггер, который создаёт определённые события или, наоборот, создаёт возможность его закрыть это событие. Так что полнолунием надо пользоваться. То, что оно в весах, говорит, наверное, о том, что на повестку дня выйдут отношения, тем более, что само полнолуние в соединении, извините меня, в оппозиции к Венере. Да, Венера у нас в этот момент находится в знаке Овна, поэтому она в соединении с Солнышком была, вот прям немножечко до оппозиции она была в соединении. Об этом я сейчас ещё скажу. В общем, явно это про отношения. И, конечно, полнолуния в оппозиции к Венере, как ни крути, могут говорить о том, что это полнолуние может принести проблему в отношениях, кризис в отношениях и, может быть, даже у кого-то и срезонировать настолько, что создать ситуацию разрыва. Если к этому вообще уже склоняет общий жизненный контекст. Конечно же. Не полнолунием единым, как говорится, мы живы. И в прогностическом астрологии очень много элементов учитывается, прежде чем астролог может вынести суждение о возможности или невозможности того или иного события. Поэтому одно полнолуние тут навряд ли может создать ситуацию разрыва, только если какие-то отношения были весьма-весьма несерьёзные. Но если, в принципе, к этому всё идёт, весь жизненный контекст подводит, а это уже, наверное, говорит о том, что прогностически тучи сгущаются над отношениями, вот тогда полнолуние может вот таким вот механизмом реализации этой ситуации и быть. Немножечко раньше. А вот раньше у нас происходят какие события. Понедельник у нас очень яркий день, потому что в это время Меркурий в аспекте к Урану, в хорошем аспекте к Урану, и Марс в хорошем аспекте к Сатурну. И мы получаем с вами очень активное, яркое время, притом с достаточно позитивными планетами, ну, имеется в виду, между ними связи хорошие, поэтому навряд ли это будет время сложное, навряд ли это будет время кризисное и конфликтное. Напротив, мы предполагаем, что 22-23 марта мы получим какое-то хорошее драйвовое время, когда мы можем много что сделать. Марс в аспекте к Сатурну, тем более в позитивном, вообще говорит о том, что у нас много целенаправленной энергии. И если мы ей верно распорядимся, если мы её пустим на те дела, на которые её надо пустить, то у нас может очень много хороших событий произойти в это время. Это продуктивные дни, их не надо упускать из виду, тем более Меркурий в аспекте Курану. Это всегда инсайд, это всегда очень мощная интеллектуальная работа, которая приносит классные результаты именно за счёт того, что мы всё начинаем видеть совершенно как бы с другой позиции, с такой новой позиции. Может быть, мы поставим в себя в позицию наблюдателя, который совершенно по-иному видит всю ситуацию, и, наконец-таки, найдём выход даже из очень сложной ситуации. Среда, 24 марта, Меркурий в аспекте к Марсу, и здесь уже аспект не совсем благоприятный, поэтому это, скорее всего, время конфликтное, время больших или маленьких споров. Но, тем не менее, для кого-то из нас это может быть очень выгодное время, которым стоит распорядиться. Например, создать какую-то ситуацию, при которой мы понимаем, что мы, наверное, всё-таки должны в конфликт войти, чтобы её решить. И вот именно в этот конфликт мы можем войти в среду очень легко. И понимаете, не всегда в спорах рождается истина, но вполне возможно, если у вас есть качественные, классные аргументы, то именно в эту среду вот при таком-то споре истинно и родиться. В общем, если вы чувствуете в себе силы через конфликт найти пути решения, а может быть, даже просто одностороннее решение принять в это время, то как раз-таки среда очень для этого хороша. Если наоборот, конфликты сейчас совершенно не в тему, то, наверное, надо как минимум эти конфликтные вопросы в среду как можно дольше стараться оттягивать, обходить, и, может быть, даже вообще в этот день их не обсуждать. У нас ещё очень классная пятница намечается, потому что 26 марта Солнце будет в соединении с Венерой, а Марсик, кстати, придёт на Северный узел. И вот это яркое событие, потому что всё-таки мы как бы ждали давно начала нового цикла Венеры, оно вот как раз началось у нас буквально почти в самый новый космический, астрономический, астрологический год. Напомню, что он произошёл 20 марта, и вот 26 марта Солнце в соединении с Венерой. Прямо перед, по сути дела, полнолунием. Именно поэтому на полнолуние это соединение очень сильно влияет. А я говорила об этом полнолунии немного раньше, в самом начале видео. Так что вот это соединение вместе с полнолунием для некоторых из нас может принести и свои блага. Во-первых, свои блага в победах над конкурентами, потому что мы не забываем. Овин — это всегда про конкуренцию, это всегда про борьбу. Второе — это то, что мы с этими конкурентами можем даже не победить их, а как ни странно подружиться, создать какую-то интеграцию совместную. И в этой интеграции прирастят обе стороны. То есть Венера может предложить очень такой кайфовый, интересный ход событий. И как ни странно, конечно, пятница — это ещё время каких-то судьбоносных знакомств, судьбоносных знакомств, которых, может быть, даже в процессе конфликта у нас будет ощущение, что этот человек нам невероятно интересен и невероятно дорог. Так что я предполагаю, что пятница может быть вполне и романтическая. На фоне, кстати, очень деловой такой темы, которая прослеживается в этот момент. Ну, кстати, хочу сказать, что у нас как раз уже закончится марафон. Если вы на него не попали, то вполне возможно, что вы можете ещё раз потом, когда я его буду устраивать, проходить марафон. Но марафон — это очень всё-таки такая, ну, небольшая часть астрологии. Если вы хотите погрузиться серьёзно в астрологию, если вы хотите понимать, как читать свою натальную карту и делать это уже достаточно профессионально и дальше развиваться в астрологии, то я вас приглашаю на полноценное обучение чтению натальной карты, которое у меня скоро начинается. И все, все, все подробности об этом условии участия, когда это всё будет происходить и как, вы найдёте, как всегда, в ссылке, которая есть в описании под этим видео. Так что переходите на него, если вам это интересно. Ну и, конечно же, 28-го у нас будет полнолуние и о нём я уже немножечко рассказала. И, кстати, конечно, я хочу сказать о том, что эта неделя достаточно будет важной для дев, для близнецов, для водолеев, для козерогов, овны и скорпионы. Вот первая половина недели будет для вас очень яркой. Кстати, среда может быть яркой для овнов, скорпионов, дев и близнецов тоже. Конец недели. Львы, весы, тельцы, может быть, овны и скорпионы получат свою долю такого энергии от небес, получат свою долю какой-то такой планетарной силы для того, чтобы реализовывать какие-то свои проекты. Так что у вас вторая часть недели более яркая. Ну а в полнолуние, конечно, конечно, в полнолуние должны ждать событий, в первую очередь, весы, возможно, тельцы, а также раки, козероги и овны. Особенно я перечислила, если у вас есть что-то в районе 7-11 градусов вот этих знаков козерог, рак, весы, овен, то наверняка это полнолуние будет для вас очень значимым. Ну и если у вас есть вопросы по этому поводу, то вы можете мне их задавать под этим видео. Я постараюсь на них отвечать. Быстрее я отвечаю в своих социальных сетях в Фейсбуке и Инстаграме, так что подписывайтесь на них. Ссылки на них есть в описании под этим видео, а также мои аккаунты написаны во всплывающих окнах. Так что я жду ваших вопросов и готова дать вам ответ, если это в моих силах. Со всеми вами прощаюсь, до новых встреч и жду вас на обучении астрологии. Я надеюсь, что мы с вами очень крепко подружимся за время обучения и вы поймёте, какая это классная дисциплина и что вы совершенно не зря потратили на неё столько времени. До встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok